В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте! С основными новостями дня 26 января в студии Ольга Григорян. Сегодня в программе. Раика Рутинян принял участие в заседании попечительского совета фонда Шушинский технологический университет. Азербайджан стремится уничтожить армянское население Арцаха. Одной из основных целей стратегии МВД является представление обществу нового образа полицейского и спасателя. В Национальном собрании обсужден проект изменений в Конституцию Республики Арцах. Об этом и о многом другом более подробно. 30 лет назад, 26 января 1992 года, благодаря героической обороне Карин Така Шушинского района Республики Арцах, вражеская гвардия была разгромлена и отброшена. Карин Така пытались взять три раза, но именно в этот день был решающий бой. Он стал переломным моментом в ходе Азербайджана-Арцахской войны. Героическое сражение под Карин Така решило исход борьбы, подготовив почву прежде всего для освобождения Шуши, формирования армии обороны Республики Арцах и ее дальнейшего бомбиноносного наступления. В начале ноября 2020 года Карин Так перешел под контроль врага. Год назад, 26 января, указом президента Республики Арцах Араика Арутиняна, в Арцахе было создано Министерство внутренних дел, министром которого был назначен Карин Саркисян. Полиция Республики Арцах и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям были объединены в структуру министерства. Министр внутренних дел Республики распространил по этому поводу сообщение, в котором отмечается. Проведенная в течение года совместная командная работа вновь поставила нас на ноги и благодаря служащим ведомства предоставила возможность смотреть вперед. Осознавая, что в послевоенной ситуации надлежащее обеспечение безопасности Арцаха и наших соотечественников находится также под ответственностью Министерства внутренних дел, сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сделали все невозможное. «Это миссия, которую мы выполнили с частью и продолжим достойно служить», говорится в сообщении. Одной из основных целей стратегии МВД является также представление общества нового образа полицейского и спасателя. «В этом контексте мы осуществили многочисленные реформы, которые направлены на повышение эффективности деятельности всех подразделений МВД», сказал Карен Саркисян. В ходе поисковых работ в районе Джаракана обнаружены вчера останки еще одного погибшего военнослужащего, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. В результате оперативно-розыскных мероприятий и обмен телами с 30 ноября 2020 года обнаружено 1708 телк, говорится в сообщении. Вчера состоялось заседание Попечительского совета Фонда Шушинский технологический университет, в котором принял участие президент Республики Арцах Раик Арутюнян. Как сообщили в аппарате президента, исполняющий обязанности ректора Навер Микаэлян выступил с отчетом о результатах деятельности университета за прошедший год. В рамках повестки дня члены Попечительского совета Фонда Шушинский технологический университет обсудили вопросы улучшения условий в здании университета и обеспечения его имуществом. Члены Попечительского совета в ходе тайного голосования единогласно избрали Наверя Микаэляна ректором Шушинского технологического университета. Глава государства, который также является членом этого Попечительского фонда, отметил, что с целью обеспечения качественного образования будут приложены все усилия, чтобы создать необходимые условия для деятельности университета. Сегодня было созвано заседание Постоянной комиссии Национального собрания Республики Арцах по государственно-правовым вопросам, в повестке дня которого обсуждение проекта об изменении Конституции Республики Арцах. Об этом сообщили в Пресс-службе Национального собрания, уточнив, что поправкой предлагается продлить сроки предусмотренного Конституцией процесса пересмотра административно-территориального деления с 5 до 10 лет. Комиссия единогласно проголосовала за проект, и в первом чтении он будет представлен на обсуждение предстоящего очередного заседания. На заседании присутствовал заместитель председателя Национального собрания Гагик Багунс. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился сегодня с активистами движения «Спасение Арцаха». Об этом сообщает аппарат Национального собрания Арцаха. В ходе встречи глава парламента коснулся военных и послевоенных реалий и представил реализуемые государственные программы, в частности, касающиеся жилищного строительства и решения социальных проблем. Члены новосозданного движения «Спасение Арцаха» представили цели организации, главной из которых является объединение армян Родины и диаспоры в вопросе спасения Арцаха. В сложившейся ситуации участники встречи обсудили вопросы безопасности и соблюдения принципа социальной справедливости. Постоянный представитель Армении в ООН Мэр Мэркарян в ходе открытого обсуждения Совета безопасности ООН на тему защиты гражданского населения при оборуженных конфликтах представил вчера ситуацию после агрессии Азербайджана против Арцаха. По его словам, развязывание войны в разгар глобальной пандемии, грубо нарушающее соответствующее соглашение о прекращении огня и международное гуманитарное право, должно быть признано тем, что оно представляет собой преднамеренный, тщательно спланированный и осуществленный попыткой причинить максимальные жертвы при полной демонстрации намерения уничтожить полностью или частично этническую группу как таковую. Никакие искаженные повествования или ложные оправдания военных действий не могут изменить правду и факты на местах, отметил представитель Армении. Препятствования и политизация безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа структур ООН в Нагорный Карабах подорвали международные усилия по проведению всесторонней оценки гуманитарной ситуации, а также оценки потребностей в защите и восстановлении и прав человека пострадавшего населения, сказал Марк Карян. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации заявил, что Россия активно содействует мирному дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций в разных регионах, в том числе в Нагорном Карабахе, в Сирии и в других местах. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, ответ на который оказался положительным. Как сообщили в пресс-службе правительства, он самоизолировался в установленном порядке. Заболевание протекает бессимптомно. Никол Пашинян будет осуществлять свою деятельность дистанционно. Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Найрис Аркисян освобожден от должности помощника премьер-министра. Омбудсмен Армении Арман Татуян обосновал необходимость отвода азербайджанских военных в Сюнике и Гагаркунике в ходе встречи в Министерстве иностранных дел Бельгии. Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что накануне состоялась его встреча с гендиректором по двусторонним вопросам Джеромом Курманом, а также директором по вопросам Восточной и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Люком Либаутом. По словам Татаяна, реальным решением устранения нарушений является удаление азербайджанских военных с территорий бриз армянских сел и дорог с целью гарантирования прав мирного населения. В основе этого лежит политика армянофобии и враждебности азербайджанских властей, которая не только не уменьшилась, но и углубилась. Он также добавил, что нарушения носят такой же характер и в Арцахе, о чем свидетельствуют доклады защитника прав человека республики. Глава МИД Армении Арарат Мирзаян, находившийся с официальным визитом в Люксембурге, встретился с руководством и преподавательским составом Люксембургского университета, сообщает Пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении. В сопровождении ректора университета Стефана Палажа Арарат Мирзаян осмотрел здание вуза, ознакомился с его образовательными и исследовательскими программами. Арарат Мирзаян подчеркнул, что открытие центра ТУМО в Люксембургском университете станет одним из значимых событий по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. В своем микроблоге в Твиттер министр иностранных дел Республики Армения написал, что открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами. Конгрессмен Палоне призвал Госдепартамент содействовать освобождению армянских военнопленных. Об этом он сделал пост на своей странице в Твиттер, в котором отмечается, что Соединенные Штаты должны решительно и публично поддерживать демократию в Армении и сближение наших стран. Я призвал их использовать все дипломатические средства, чтобы остановить азербайджанскую агрессию и обеспечить освобождение армянских военнопленных, сказал Палоне. Комитет государственных доходов Республики Арцах обнародовал данные о 300 крупнейших налогоплательщиках страны и суммы уплаченных ими налогов с начала финансового года. 300 крупных налогоплательщиков Республики в течение этого года выплатили в госбюджет около 24 млрд 892 млн драма в виде налогов, сборов и других обязательных платежей, что составляет 72,7% от общих поступлений в госбюджет. В тройке лидеров опубликованного списка – компаний Base Metals, Капавор и Карабах Телеком, выплатившие в общей сложности около 12 млрд 252,2 млн драмов. Параллельно реализуем в Арцахе программам жилищного строительства, водостабжения и восстановления инфраструктур ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог межобщинного значения. Об этом сообщает Всеармянский фонд «Гайастан». Согласно приоритетам безопасности и экономики, строительство этих дорог, связывающих населенные пункты Арцаха с автомагистралями, откроет перед народом Арцаха новые и ощутимые возможности. Продолжается капитальный ремонт поврежденных крыс жилых домов в Ктагаварде и Кармиршука. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Республики Арцах Марта Даниелян. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в концертном зале «Арам Хачатутрян» состоялся вчера концерт «Героям 44», посвященный памяти героев 44-дневной войны в Арцахе. В Ереване с Государственным симфоническим оркестром Армении под управлением дирижера Николы Симона выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Директор Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы», соучредитель компании и спонсора концерта «Сонати» Сона Аванесян сообщила, что на сольном концерте, который состоится 13 февраля в концертном зале «Арама Хачатряна», Александра Сафина исполнит известные песни о любви всех времен. В Арцахе выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики, вчера было проведено 108 тестов. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 26 пациентов. Врачи оценивают состояние семьи из них как крайне тяжелое, 14 как тяжелое, в том числе и молодые люди. Больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Также зафиксировано два случая смерти. Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается в Москве. За две недели число заболевших выросло в 14 раз. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. Телефонный разговор между президентами Российской Федерации и Францией Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном запланирован на пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Американский телеканал CNN в прямом эфире вчера обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях Российской Федерации. В сюжете о ситуации вокруг Украины, который транслировался перед интервью с генсеком НАТО Йенсеном Стомбергом, на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков Россия», обозначающая, по мнению телеканала, место проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении России на украинскую территорию, которая в последнее время звучит в заявлениях в странах Запада, а также на Украине, пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Армения выступит в первом полуфинале международного конкурса «Песни Евровидения-2022», который пройдет 10 мая, сообщает официальный сайт конкурса. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра завтра, 27 января, на территории республики будет облачно, ожидается снег. Ветер юго-западный 2,7 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2, днем 0 плюс 3. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова